Здравствуйте! В эфире новости в студии Ирины Зайцевой. Сегодня главная тема выпуска. Соревнования всеармейского масштаба в филиале Академии РВСН имени Петра Великого начался надежный ориентир. Серпухов в Санкт-Петербурге. Ракетоносец принял участие в праздновании дня военно-морского флота. Формула-1 в воздухе. В Серпухове прошел третий чемпионат России по самолетному спорту. Вопросы благоустройства в центре внимания личного приема главы муниципалитета Юлия Купецкая. Сегодня встретилась с делегациями жителей, которые просят решить их проблемы. Жильцы Комсомольской 4 просят обустроить пешеходную дорожку на придомовой территории. Насколько целесообразно ее появление по данному адресу, эти нюансы уже завтра глава лично оценит во время объезда городской территории. После чего будет принято решение о необходимости составления сметы и корректировки плана благоустроительных работ. Обустроить ливневую канализацию – это просьба жильцов Советской 99. После обильных дождей двор дома утопает в воде. По инициативе Юлии Купецкой завтра по данному адресу обследование проведут сотрудники жилищной инспекции управления дорожного хозяйства и примут решение, как быстрее избавить людей от непроходимых луж. А вот жильцы Пушкина 46 ждут не дождутся капремонта, пока многоэтажка в списке на 30-е годы. Чтобы перенести ремонт, необходимо от ГЖИ получить акт обследования, где будет указана объективная причина переноса сроков. Глава разъяснила людям их права и их дальнейшие действия. Надежный ориентир под таким названием в филиале военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого прошло открытие всеармейского конкурса по полевой выучке среди топографических подразделений Вооруженных сил России. На соревнованиях побывал мой коллега Илья Сиразов. Лучшие в своем деле. Команды из всех военных округов страны разных видов и родов войск прибыли в Серпухов, чтобы выявить сильнейший коллектив в соревнованиях по топографии. Офицеры, солдаты по контракту, которые служат, будут соревноваться в различных этапах конкурса. Это будет и физическая подготовка, огневая подготовка, специальная подготовка в плане топогеодезического, навигационного обеспечения. Открытие армейских игр прошло на стадионе филиала Академии РВСН имени Петра Великого. На торжественном построении 40 конкурсантов из 8 команд. Открытие соревнований организовано на высоком уровне. Судя по участникам, они готовы к работе. Мы их наблюдали. На первом и втором этапе, опять же, в войсковой среде, в округах, в видах и родах, оттого на лучшие специалисты. После открытия игр конкурсанты ознакомились с возможностями современных образцов вооружения ракетных войск, в том числе и новейшего универсального комплекса геодезического обеспечения. На тактическом поле Серпуховского филиала Академии участникам и гостям показали в действии стартовую батарею мобильного ракетного комплекса «Тополь», организацию ее охраны с отражением вражеских атак, а также ее развертывание и маскировку. Это третий этап конкурса. До этого проходят два этапа в родах войск сил, соответственно, по этой же программе. Здесь собрались победители именно предыдущих этапов, поэтому все более-менее в равных условиях. Участники будут соревноваться в умении проводить топогеодезические расчеты на время, ориентирование в электронных и топографических картах, а также в огневой и физической подготовке. Победители и призеров конкурса наградят ценными призами и путевкой на международные соревнования, которые должны состояться в следующем году. Более 200 кораблей подводных лодок всех фалатов были задействованы в праздновании дня военно-морского флота России в Санкт-Петербурге. Среди них 46 боевых, в том числе и малый ракетный корабль «Серпухов». По Неве прошли самые современные из поступающих сегодня на вооружение судов. В воздушной части парада было задействовано 42 самолета различной модификации. Несмотря на то, что муниципалитет находится далеко от береговой линии, городской округ поддерживает связь с экипажем малого ракетоносца «Серпухов». Напомню, что корабль «Серпухов» относится к новейшим кораблям модернизированного проекта «Буян-М». Он был построен на Зеленодольском судостроительном заводе специально для Черноморского флота и стал вторым кораблем этого проекта. Введен в эксплуатацию в 2015 году. Вооружен крылатыми ракетами «Калибр». Корабли проекта «Буян-М» относятся к классу «Река-Море», что позволяет им передвигаться не только в море, но и по внутренним каналам и рекам, оставаясь под прикрытием сухопутных систем ПВО и ВКС России. Чтобы ни одно обращение жителей не осталось без внимания, деревня Нефедова располагается в пяти минутах от города, а выглядит, по мнению сельчан, забытой и заброшенной. Что не устраивает жителей одного из самых крупных сельских территорий округа, об этом старейший житель Нефедова Инна Макеева написала в своем обращении к главе округа. Реакция последовала незамедлительно. Такой, как говорится, встречи вообще у меня давно не было. Сегодня ей, богу, не ждала. Инна Иосифовна несколько смущена вниманием к своей персоне. Выслушать пенсионерку, поговорить о жизни в деревне. Приехал заместитель главы округа Юрий Михалев. Нефедова в современной деревне газифицирована и с центральным водоснабжением, медпунктом и библиотекой, а выглядит не самым лучшим образом. Зарастает сегодня в бурьяне. У своих домов люди траву косят, а вот шагни чуть дальше и утонешь. А еще в такой большой деревне нет ни одной детской площадки. Мальчишки гоняют мяч в обустроенной своими руками. Негде вне Федова и народу собраться. Около сельсовета. Ну, где раньше сельсовет был, правильно? Да, там медпункт и библиотека. Кто сидит на пеньке, кто стоит. Ну и в общем никаких там ни скамеечек, ни лавочек, но там хорошая поляна. Контейнерная площадка в деревне установлена. Только вот жители крупный габарит кидают мимо бункера. Поэтому выглядит место для сбора мусора неаккуратным. Деревенский пейзаж не украшает. Уже в доме Инны Макеевой обсудили и другие проблемы. Автобус чтобы у нас бы был. Ну, хоть вот два раза бы, как говорится, в день бы. Автобусное сообщение. Да. Ну, ведь можно, можно. Ну, может быть, здоровое хотя бы маленький пустить. Теперь у нас магазин прикрыли. Ладно, он не рентабельный. Но сделайте к нам, чтобы приезжала автолавка. Ну, ведь это можно. Хорошо, можно. Общение с активистами Нефёдова было продуктивным. Инна Иосифовна осталась довольна. Конечно, очень приятно, что вы приехали. По поручению главы городского округа Юлия Олеговна совершил выезд в деревню Нефёдова. Пообщался с жителями. Проблемы у них основные – это три. Это ямы на дорогах. Несвоевременный вывоз мусора. В основном это крупногабаритный мусор. И отсутствие детской площадки. Всего зарегистрировано в деревне 303 человека. Из них более 50 детей. Поэтому проблема стоит остро. Будем решать. О том, какие перемены произойдут Нефёдова после этой встречи, мы расскажем в наших будущих репортажах. В этом году в Серпухове появится несколько дополнительных парковок около социально значимых объектов. Детских садов, амбулаторий, УВД, многофункционального центра. Часть из них уже сделана. Подробности далее. Новые парковочные места рядом с социально значимыми объектами – это не прихоть некоторых граждан, а объективная потребность. Припарковать своего стального коня поблизости от многофункционального центра в Большевике теперь стало проще. Удобно и тем, кто приезжает в МФЦ, и жильцам дома, в котором центр расположен. Здесь было не проблема. Здесь был так называемый газон, в котором были мусорные машины, которые вывозили мусор. И сдолбили до такой степени, что здесь уже кубов 10 гравий было засыпано, но всё осталось грязь и так далее. И сейчас в этом году сделали вот это, заасфальтировали. Конечно, хорошо. Так, конечно, стало намного лучше и удобнее. Место для посетителей, которые занимали, уже для жильцов дом сейчас, они занимаются здесь. Периодически сюда приходится подъезжать на машине в МФЦ. Здесь была очень маленькая стояночка, 3-4 машины. А сейчас очень удобно. Можно даже в два рядочка встать. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству тротуара и парковки на 15 машиномест у дома номер 40 по улице Подольской. Здесь расположен детский сад «Радость». Родителям часто приходится останавливаться рядом с образовательным учреждением, чтобы отвезти и забрать своих малышей. Ещё одна парковка появится у детского сада «Росинка» на Подольской, 24А, на Красноармейской, рядом со зданием УВД и медсанчастью номер 8. На 80% выполнены работы по благоустройству парковки рядом с амбулаторией в посёлке Мирный. Все работы по оборудованию вышеназванных стоянок должны быть завершены к концу июля. Всего запланировано обустроить 200 машиномест возле социальных объектов на общую сумму около 9 миллионов рублей. Есть большие планы ещё на август месяц. Мы в августе месяце запланировали работы по обустройству прилегающих территорий к школам, к нашим. И возле школы номер 3 появится у нас парковка. Запланировано оборудовать и парковки около новых пристроек школам на Фирсово, Советской и Джонарида. Дорожно-транспортная инфраструктура в Серпухове развивается. Уютный дворик на улице Центральной совсем недавно портил своим видом огромный контейнер с разбросанными вокруг мусорными пакетами. Подход к баку был затруднен грязевыми стоками. Сейчас всё изменилось. Рабочие вносят один из финальных штрихов благоустройства контейнерной площадки. Разравнивают и удобряют землю в зоне зелёных насаждений, попутно засеивая газонной травой. Здесь уже уложен асфальт, сделан удобный подъезд для мусоровоза. Работы выполняются согласно всем необходимым требованиям в рамках комплексного благоустройства придворовых территорий. В соответствии со стандартом, контейнерная площадка должна иметь ограждение с трёх сторон не менее полтора метра высотой, твёрдое основание – это бетон или асфальт, и кровля для контейнеров, для сбора сухих и смешанных отходов. В рамках проекта контейнерную площадку планировали разместить между центральной 161 и 159, но жители близлежащих домов попросили оставить бункер на своём месте. Она входила в комплексное благоустройство, и площадка эта рассматривалась только в другом месте, но так как жители против установки возле домов, её оставили на старом месте. На контроле у главы было, рассматривался вопрос неоднократно, и пришли к тому мнению, что учли все пожелания жителей. По всему городскому округу продолжается благоустройство дворовых территорий. Всего в планах на 2020 год 32 адреса. 25 метров над землёй в Серпахове прошёл третий чемпионат России по самолётному спорту. Эти соревнования стали одним из главных событий в мире малой авиации в этом году. Как прошла главная авиагомка «Формула-1» расскажем прямо сейчас. Аэродром Дракена. Профессиональные пилоты готовят самолёты к старту. Лётчикам предстоит показать высший пилотаж. До начала третьего чемпионата России остаются считанные минуты. Авиагонки «Формула-1» – одно из главных событий этого года в малой авиации. Соревнования собрали чемпионов мира, России, мастеров спорта. 12 пилотов покажут в деле. Такие самолёты, как Як-55, Экстра и Су-26М2. Это легендарный самолёт Су-26М2. На нём летали лучшие чемпионы мира Советского Союза. Затем спортсмены из Англии и Австралии. Но он снова вернулся к нам на родину. И принимает сейчас участие в соревнованиях здесь у нас, в городском округе Серпухов. Об истории этого легендарного самолёта говорят это надпись. Австралия от России. Су-26М2 – это победа. И это действительно так. Такие модели уже не выпускают. Но пилот Сергей Зайцев летает только на Су-26М2. Необыкновенная прочность, разгон, скороподъёмность, круговой обзор из кабины. А самое главное – высокая маневренность. В этом и есть уникальность самолёта. По этой причине своего старого друга лётчик менять не собирается. Характер у него очень серьёзный. Этот самолёт не обращает ошибок. Поэтому ты должен знать его. Он должен знать тебя. Вы должны работать вдвоём, как единое целое. В момент выполнения упражнения по соревнованиям вы входите в единение с ним. И выступаете вдвоём, как для одной цели – победить. Авиагонки начались. Итак, Су-26М2 заходит на старт. Уникальная зрелищная трасса. Огромный песчаный карьер заполнен водой. 9 пилонов, высотой 25 метров. Скорость более 320 км в час. Смотровая площадка выше уровня пролёта самолёта. Ещё полсекунды и мёртвая петля – высший пилотаж. Первая авиагонка сезона 2020-го в малой авиации собрала большое количество зрителей и почётных гостей. Среди них знаменитый пилот из Франции Роман Фаль. Я летаю на 37 лет. Моя папа учит меня. Я сейчас нет стоп. И вообще пилотаж – это эмоция. Я не знаю, как говорить. Это моя жизнь. Победителем третьего чемпионата России по самолётному спорту стал пилот Александр Васильев. Серебряным призёром Владимир Ильинский и бронзовым Сергей Захаров. Лётчики авиагонки «Формула-1» примут участие в первом чемпионате мира по самолётному спорту. Соревнования будут проходить в России в 2022 году. В округе стартовали традиционные летние праздники – День двора. Первый прошёл в одном из самых больших дворов в посёлке Большевик. Ждём вас здесь, внизу. Спускайтесь на лифте, либо по лестнице. Первыми на приглашение поучаствовать в празднике, конечно же, откликнулись дети. Их ждать долго не пришлось. И вот уже первый конкурс на знание летних фруктов и внимательность. Пирог. Рябина. Двигаться наши дети любят, а чтобы делали они это красиво, последовал урок танцев. Кто у нас проснулся, ножками задобрал. Кто такой хороший, маленький такой. Праздники мы эти собираемся в каждом дворе устроить, потому что детишкам интересно, и потом чем-то их занимать надо. Работа – работа, а отдых тоже должен быть. Праздник двора – первый, пожалуй, важный в жизни каждого. Здесь находишь друзей на всю жизнь, соседи становятся более дружными, и после таких праздников каждый старается сделать свой дворик более красивым. Депутат Елена Акимова, вспомнив свои старые дворики, сказала об этом в приветствии. Мы все-таки соборные люди, мы коллективисты. И очень хорошо, когда люди собираются двором, когда видят друг друга, видят соседей. И все это происходит на позитивной ноте. Конечно, мы с жителями разговариваем и о каких-то проблемах, о каких-то вопросах, которые их волнуют, о каких-то пожеланиях. Все это, конечно, будет учитываться в дальнейшей работе. Еще долго в этот день во дворе 108, 110 и 112 домов звучали народные и эстрадные песни. Вокальный коллектив местного клуба подготовил хороший концерт. Жители расходиться не хотели, значит, праздник получился. Мне сегодня понравился этот праздник, и почаще бы у нас такое происходило. А на сегодня это все. Далее осмотрите прогноз погоды. Следите за информацией в сети интернет на нашем сайте, на официальном сайте администрации, в социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 -"Натяжные потолки от установщика номер один нашего региона студии Парсек это более 10 лет работы на рынке натяжных потолков, профессиональные монтажные бригады, собственное производство, контроль качества на всех этапах изготовления и установки, гарантийное и постгарантийное обслуживание. Обоснованная цена и все виды материалов, существующие на рынке. Натяжные потолки от студии Парсек. Доверяйте профессионалам. Бесплатный выезд технолога вы можете заказать по телефону 76 48 48, код города 49 67. Звоните прямо сейчас и получите дополнительную скидку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА